Смерть не шутит, она безразлична и неумолима, предпочитает убивать тысячами, но в мгновение холодного внимания не отказывает никому. Иногда она саркастична, не каждый наблюдатель способен оценить ее сарказм. Этой ночью для немецких солдат, уже прошедших тысячу километров на восток от границ Германии, ненадолго остановившихся в Григоровке и готовых идти дальше, смерть приняла облик еврея, отбросившего бесполезное оружие и убивавшего их ударами кулаков. Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Этот подкаст должен бы называться «Вавилон. Киев». Украинская столица отмечает мемориальными событиями 80-летнюю трагедию уничтожения евреев в Бабьем Яре. Она произошла в сентябре 1941 года. Для Москвы эта дата важна тем, что это общая история распавшегося союза, история семей, личная история. История не культа победы во Второй мировой, а рассказ о персональной цене войны. Книга писателя Алексея Никитина, многократно отмеченного премиума в России до начала русско-украинского конфликта, вышла в киевском издательстве «Лаурус» под названием «От лица огня» по-русски. В украинской версии она вышла под названием «Бат Ами». Это еврейское имя дочери Ильи Гольдина, четырехкратного чемпиона Украины по боксу в тяжелом весе. Украинская родня со стороны матери зовет девочку Оксаной. Илья Гольдин, история которого рассказана в романе на основании документального расследования, прошел путь от рядового до главы одного из подразделений Красной Армии. От жестоких боев 41-го, партизанского опыта и нацистского плена до роли разведчика, заброшенного в оккупированный Киев офицерами НКВД. Любовь и смерть, верность и предательство, архивы и воображение. В романе Алексея Никитина мы начинаем с архива. Алексей, я хотела бы начать наш разговор с того, чтобы вы рассказали, что за документы представлены буквально на первой странице книги. Ты открываешь обложку и видишь большой штамп рассекречено, какие-то фрагменты из дела вашего главного героя. Что мы видим перед собой? Ядро этой книги – это документы, которые были рассекречены после 2011 года. Штамп стоит 2011, но это дата принятия решения. Там они все датированы этим числом, 3 августа. На самом деле, каждая папка позже рассекречивалась. Ну, так или иначе, после 2011 года были рассекречены документы дела агента НКВД УССР, которое легло в основу этой книги, по крайней мере составило такое сюжетное ядро. А кем оно было рассекречено и в каких архивах это дело находилось? Это дело архива СБУ, то есть бывшего КГБ, бывшего НКВД и так далее. А рассекречено оно было. По-моему, решение об этом было принято вообще в 2008 еще году, в годы президентства Ющенко. Но поскольку это трудоемкий протяженный во времени процесс, то докатилось оно до реально рассекреченного агентурного дела, к 2011, а я работал с ним в 2015 году. Я начал работать буквально через год-два после того, как оно было рассекречено. Вот мы видим портрет, собственно, фотокарточку Ильи. Да. Ну вот и форзац, и нахзац этой книги, этого издания. Тут на двух разворотах документы есть, они все читаются. Где-то можно взять увеличительное стекло, но в принципе прочесть можно и так. И большинство из них есть в тексте, они не изменены, они полностью включены в текст романа. Это, собственно, документы из агентурного дела. Что такое агентурное дело? Дело агента НКВД. Не жертвы репрессий, да, а дело агента НКВД. В нашем случае человека, которого в 1942 году украинское НКВД отправляет в тыл немецкий, в город Киев, снабжает его там заданием. Вот все это, а именно подписка его о согласии сотрудничать с органами для входа в тыл противника, рапорты его, там о пересечении линии фронта, личная карточка агента, документ, на котором написано, что это совершенно секретно, и хранить наравне с шифрами. Все, что считается вещами, которые никогда не должны были опубликоваться, потому что на папке написано «хранить постоянно» большим красным карандашом. Вот все это открыто и, в частности, есть здесь напор за ценность с этой книгой. Невероятность этой истории, просто ее непредставимость состоит в том, что этот молодой человек, которому на момент событий 22, что он киевский еврей, что он не жертва павшего в бабе миру, не жертва Холокоста, а он активный борец Красной Армии. Для начала он, будучи чемпионом страны по боксу в тяжелом весе, на протяжении четырех лет, по-моему, он завоевал этот титул, с начала войны он уходит на фронт, и с ним происходят удивительные вещи. Он попадает в окружение, выходит из него, какое-то время партизанит, какое-то время он вообще руководит одним из боевых подразделений регулярных частей Красной Армии, и в результате уже какого-то второго или третьего чудовищного перемещения он был в немецком плену, он был освобожден. Он решает не комиссоваться, он ранен, он может уже не воевать, но он думает, в каком качестве он может быть полезен Родине в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Я побоюсь этой формулировки советского времени. И он решает, что он может пойти в разведку. Он таки добивается аудиенции с людьми, которые занимаются этой разведеятельностью, и попадает в Киев. Ну, я даже не знаю, нужно ли говорить, что он погибнет, что, конечно, еврей, посланный на задание в Киев, где его знают слишком много людей, потому что он очень известный спортсмен, он обречен. Но, тем не менее, понимая все это, он движется в сторону своей судьбы, я бы сказала, и там у него такое огромное количество всяких событий и приключений, что это не может не поражать. Вот это какая-то фантастическая фигура. Можно ли говорить, что он какой-то герой античного эпоса, или он герой 20 века, или он герой войн? Ну, правда, когда ты все считаешь, ты думаешь, что это какая-то Илиада и Одиссея. У меня тоже было такое впечатление после того, как я прочитал уже готовую книгу. Это первый мой роман, в котором я, в общем, не придумывал ничего. То есть все ключевые эпизоды существовали, их надо было только найти, разобраться с ними. Я заполнял лакуны какие-то, но ключевые эпизоды, определявшие ход событий, придуманы не мной. Да, они вот взяты из документов, где-то из воспоминаний родственников и так далее, но они все реально имели место. И вот когда я эту книгу начал читать уже готовая, я... Сам себе. Да, я... Ну, а что, собственно, получилось у нас? Один из моментов, который меня удивил, вот известная фраза Борхеса о том, что истории всего четыре, войны, осажденного города, возвращения, поиска и смерти бога, героя. Вот все четыре истории последовательно тут собраны. Действительно, главный герой – это вот тот человек, которого в идеале своем видела, ну так, советская власть, да, вот кого они хотели создать. Он спортсмен, он предан этой власти, ну, в ситуации войны уж хотя бы потому, что с той стороны нацисты, которые его уничтожат. Ну и вообще он действительно советский человек, такой, каким хотели бы его видеть. И он гибнет именно потому, что вот эта система, да, она... Ей, в общем-то, все равно. Когда отправляют еврея в 42-м году в Киев, зная, прекрасно зная, что происходит в Киеве, и он знает. И вот там момент, когда он пишет жене это письмо, вот видно, что он все понимает, да. Но, тем не менее, он считает, что он должен... И жена понимает по его интонации, что происходит что-то не то. Конечно, поразительные вот эти портреты офицеров НКВД. Часть из них сама была репрессирована и вернулась в эту карательную систему. Кто-то из них, кто поумнее, пытается остановить его посыл в Киев, потому что понимает, что любой горожанин распознает в нем еврея, несмотря на то, что ему несколько раз удавалось обманывать немцев. Немцы не понимали, что он еврей. Вторая часть этой бездушной машины спокойно отправляет его, потому что это бумаги. Как и в случае с немецким офицером, одним из руководителей лагеря, который отправляет этих людей, переписывать бумажки же надо. Проблема не в человеке. Проблема в том, что мне придется переписывать бумажки, отвечая за этих пленных, если я вдруг их расстреляю. А вот этому немцу прям очень хочется стрелить сейчас, потому что они начинают дерзить ему. Так и в случае вот этих советских офицеров. Бюрократия побеждает человека. Момент отправки его в Киев, тут еще, помимо того, что он еврей и его знают, ну, эта ситуация, как если бы, скажем, сейчас в Киев отправили Кличко с какой-то секретным. Вот настолько его знают. Он внешне заметен. Он англубный. Его не перепутаешь. Ну, вот со всех сторон. Просто я так думаю, что у него было ощущение, вот задание, которое он получил возле Дома культуры завода «Арсенал», он работал на этом заводе, он в пожарной команде, он жил в двух кварталах. Он считал, что то, что много знакомых, наоборот, хорошо, Киев поможет. И в какой-то мере так и было. Ему же Украина до сих пор помогала. Он прошел поездку в Киев, он прошел буквально Одиссею. Да, то есть треть Украины от Кременчуга до Донбасса в одну сторону, а потом из Харьковской области до Киева, это вообще полукраины. Пошел по Украине, ему помогали. Он как-то себе представлял, что и тут узнать-то узнают, но помогут скорее. Раз уж мы заговорили об этой сюжетной линии, тут возникает фигура предателя. Это фигура Иуды, не побоюсь этого слова, только этот Иуда не еврей, он украинец, который забидует главному герою. Это такая удивительная фигура зажистей и предпособленчества. Очень распространенная, но очень же распространенная, чего уж. А кроме того, вот таких историй, вот именно таких историй, особенно в 1941 году в Киеве было достаточно, потому что многие киевляне, военнослужащие, попали в плен прямо под Киевом, попали в лагерь, потом вышли разными способами. Или кто-то не попал в плен, а просто вернулся в Киев, сумел. Среди них было немало евреев. И вот их-то, конечно, их узнавали и издавали. Это был не разовый случай, это было. А вот этот человек, это реальное существо или это собирательный образ? В книге это образ собирательный, но такой человек был. Просто он был не боксером, он был пловцом. Образ собирательный, но у него вполне реальный прототип, да. Так вот, хотите ли вы или не хотите, книга будет помещаться в контекст разговора о Холокосте, о литературе о Холокосте. Вот этот герой, он вообще выпадает из героического нарратива о Холокосте и из нарратива жертвы в рамках Холокоста. Это вообще не то, что мы знали до сих пор из образа рассказа о евреях. Он воин, он спортсмен, он человек, способный постоять за себя. И в то же время нечто, какой-то голос судьбы вот его приводит на место его гибели. И это, правда, история про Трою. Понятно, что, конечно, среди евреев Второй мировой войны были не только жертвы. Были воины и в советске все награжденные герои. И я помню этих стариков в гражданских пиджаках, где вот весь пиджак, да. И Голоскас такой. Да, да. Так что, конечно, не только жертвы. Интересно, что его мать, Гиту, властная женщина, у которой будет несколько ключевых эпизодов в романе, которые, собственно, поворачивают историю семьи, что она была членом бунда левой националистической еврейской организации. И потом она начинает осуждать своего сына за политизированность, за бокс. Нет, она не за политизированность. Она хочет, как всем мамы хотят, чтобы у ребенка была профессия, чтобы он был обеспечен, чтобы он зарабатывал нормально себе, своей семье на жизнь. Вот старший сын инженер хорошо, вот старшая дочь инженер хорошо, а средний занимается этим спортом и непонятно... Кулаками махать. Кулаками, да, кулаками махать, да, в общем, на публике морду бьет. Ну, что это такое? Ну, понятно, что она этим недовольна. То есть там еще вполне недалеко от патриархальной, в общем, всей этой еврейской жизни ушла семья, совсем недалеко, это 30-е годы, понятно. Но вот этот мощный, конечно, ассимиляционный процесс, который запустила, опять же, советская власть, в том числе для евреев, да, он давал результаты и получали образование люди. И главное, вот что происходило, они становились своими. Для украинцев, для русских. Дети учились там в одних школах, в одних классах, сидели за одними партами, пели одни песни, влюблялись в одних девочек. И когда сюда пришли нацисты, в Киев, и был взорван Крещатик, и тех, кто остался без жилья, попытались поднять на погром, сказали, извините, ребята, мы все понимаем. Но это не наши, евреи взорвали Киев. Если я не ошибаюсь, вот на этой советской части Украины погромов не было. То есть это тоже результат вот этой ассимиляционной политики. Тем не менее, раз мы об этом заговорили, мы говорим, собственно говоря, на фоне того, как Киев отмечает годашнюю Валерию Ярова, трагическую дату, то обращусь к некоторым страницам вашей книги, на которых речь идет именно об этом. Сначала устами Андрея Меренька, одного из руководителей, он в параллельной фракции, мы слышим, что украинцы не участвовали в карательной акции против евреев, то есть не участвовали в убийствах. В Бабе-Мяре. В Бабе-Мяре. В Бабе-Мяре, да. Украинцы охраняли периметр, там есть такая фраза. Это документальная история? Да, в Бабе-Мяре, да. Истории были разные, в разных городах, по-всякому было. Бабе-Мяре украинцы не стреляли. Вот есть история героев, есть история того, как они движутся, а есть история большая, которая, они простеганы, вот если говорить про ваш нарратив, они как бы рядом и пересекаются, и много раз вы обращаетесь к этой истории с Бабе-Мяром, с Холокостом в Киеве, что люди знают, что люди все это видят. И потом уже с 44-го года начинаются расследования, уголовные дела против украинцев, которые участвовали в убийстве евреев. Даже с 43-го, то есть первые виселицы в Киеве появились в декабре 43-го года, где шали коллаборантов, да. И вы упоминаете в книге, ну то есть с устами героев и этими историческими ссылками, что все-таки были украинцы, которые участвовали в уничтожении евреев. Конечно были. Тут ведь штука какая, скажем, объявляется набор в полицию, да. Ну в любой стране, вот в любой ситуации у нас сейчас объявляют набор в полицию. Почему туда человек идет? Потому что это государственная служба, да, потому что он будет при власти, потому что он будет обеспечен, семья будет обеспечена. Он не слишком думает, к чему это потом может привести. И когда он стоит уже с винтовкой на краю ямы, ему надо стрелять, то в этот момент, если он отказывается, то у него есть хороший шанс оказаться с той стороны. То есть просто человек, давая это согласие, изначально не очень понимает, на что он соглашается. Потом уже как бы поздно делать шаг назад. Не каждый может. Некоторые делали. Вот я читал у той же Руты Ванагайты, да, вот ситуации. Вот были редкие случаи, когда человек из полиции отказывался стрелять. Ну, в вашей книге, собственно говоря, поведение и психология этих людей, которые шли в полицию, описываются. Многие из них, как ни странно, воевали в гражданскую, там, и на красной стороне, и так далее. Но принимают правила игры. Там один из этих офицеров, когда Илья Ставич выходит из лагеря, вот он оказывается таким персонажем. Я профессионал, ничего личного, говорит он. Мы вернемся после объявлений. Я писатель Александр Геннис, живущий больше сорока лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект. Студия подкастов «Радио Свобода». Геннис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь. Алексей Никитин. Роман «От лица огня». А по поводу ассимиляции евреев в советское время, я знаете, кого вспомнила? Я вспомнила биографию Хана Альд. Она была европейской еврейкой, но это было вообще, видимо, стремление молодых людей к ассимиляции. Они не хотели этого своего, не знаю, старого мира, который, впрочем, у вас в книге замечательный представлен не только фигурой Гидл, но и феерической фигурой Рэбе Нахума, который из патриархального киевского Рэбе становится партизанским Рэбе. Это реальная история? Нет, эта история нереальная. В Киеве синагоги были закрыты в конце 20-х. Один из бывших украинских, условно говоря, равинов уехал из Америки, вернулся в Киев. Он умер в 1938-м до начала или 1939-м до начала Второй мировой. И так вот равинов не было, возможно, были бывшие. Я представил себе, что это вот такой бывший, которому по старой памяти ходит. Зачем он мне был нужен? Дело в том, что дорога Ильи назад, из советского тыла в Киев, и вообще вся финала этой истории, он должен был быть осмысленным. То есть это чисто художественное мое решение, вот эта осмысленность того, что он делает. Потому что задание, ну, помимо того, что оно довольно странное, оно еще чудовищно по своей какой-то внутренней сути. Он должен убить доктора, который не хочет воевать. Доктор там был когда-то, он работал в НКВД, он многих знает, поэтому он представляет опасность. Но так вот, по сути, если разложить, вот есть доктор, который не хочет воевать ни за тех, ни за других, хочет лечить людей. Но Илья не должен его убить. Он должен убить в том случае, если доктор откажется сотрудничать с советами, если доктор откажется стать двойным агентом. Ну, это вообще абсурдное задание. Конечно, вот когда ты это считаешь, ты очень сочувствуешь герою, очень хочешь протянуть ему из нашего времени руку и сказать, что Илья не делает этого. Илья не делает этого, как говорит ему отец его жены, не ходи в Киев. Но это отчасти, вот сейчас мы говорим, я подумал, что это тоже в какой-то мере зеркальная история. Давая согласие, он не знал, на что он дает согласие. И более того, он в письме там пишет, что вот не так, как мы договаривались, получилось. Договаривались о другом изначально. Я так понимаю, что договаривались, ну, скорее всего, о диверсионной работе. А здесь не это. Вообще совершенно другая история. Отказаться он уже не может. Мне нужно было как-то добавить в это дело смысл. Сам он гибнет, но он вытаскивается. Сам, причем по словам-то вот этого Рэба, да, он не еврей. Да, он лицо еврейской национальности, он не знает иврита. Рэба просто смеется над ним, он говорит, что ты советский мальчик, ты советский мальчик, ты иврита. Но вот при этом Илья, собственно, его вытаскивает и протягивает эту нить. Причем еще интересно, что Рэба такой милкий, что Илья несет, а огромный Илья несет, его в вещмешке за плечами, в рюкзаке его несет. Это просто какая-то сказочная совершенно история. Рэба еще сидит и комментирует, что происходит. Но в конце концов, по вашей придуманной линии, он оказывается и знаком с членами антифашистского комитета, его вывозят в Москву, потому что он оказывается на территории Беларуси в партизанском отряде, и играет ключевую роль затем в расследовании, которое проводит жена Ильи, Феликса. Он посылает ее к легендарному Ковпаку, который знаком его по партизанскому движению. И, собственно, вот здесь происходит еще один из коммуникационных моментов книги, который касается уже великой фигуры Феликса, жены Ильи, которая расследует его историю, продираясь через огромное сопротивление чиновников, которые ничего не хотят сказать. Ну да, там не то что сопротивление, а просто вот эта гигантская инертная машина, она катится своей дорогой разбираться с судьбой одного еврея, пропавшего в Киеве. Господи, это тут миллионы пропали. Она занимается этим настолько, насколько может сама. Обстоятельства складываются так, что она может довести это дело до конца. И офицер, который обсуждает с ней эту историю, понимает, какую титаническую работу совершила эта женщина, вопреки им этой инертной машине, и сделав эту работу за тех, кто должны были это сделать, то есть расследовав до конца обстоятельства гибели своего мужа, причем это невероятно, появляются свидетели, которые должны были пропасть, они должны были уже раствориться где-то в глубинных историях, но они вдруг появляются, и они помогают ей выстроить всю картину последнего дня ее мужа. То есть буквально по сценам. Это можно увидеть как в кино, то, как описывает ей ее подруга, которая видела то, что происходит, и то, как описывают это пациенты доктора, которые вдруг оказались в то же время и на том же месте. Если говорить про ее прототип, это реальный человек. Абсолютно реально, конечно. Она была спортсменкой, как и Илья, она была преподавателем физкультуры. Да, в общем-то, поскольку она получила это письмо от него, которое он отправил ей перед тем, как отправлялся в Киев, она примерно себе представляла, что происходило, по крайней мере то, что он должен был пойти в Киев. Кроме того, ей говорил отец, что он у них был. Кроме того, вот эта подруга Ира, она и с ней общалась, она знала, что он у нее останавливался. То есть оставалось, в принципе-то, совсем немного. Феликса, она из Штунды, как она о себе говорит. А вот что это? Ну, она не то чтобы из Штунды, это больше ее родственники. Но это такая разновидность протестантизма, довольно активно развивавшаяся на территории украинских губерний, где-то начиная с 60-х годов XIX века, с того времени, когда тут начали строиться сахарные заводы, на сахарные заводы инженеров приглашали из Германии, и вот эти немцы, собственно, занесли то, что стало здесь штундизмом. С этим активно очень боролись, еще при царе-батюшке боролись, и продолжали бороться при советской власти. И то, что, скажем, у этой семьи отняли хату в какой-то момент, при том, что семья, в общем, далеко не самая богатая, и вовсе не богатая, тоже в какой-то мере я так отношу за счет того, что они были на особицу немного от основной общины православной сельской. Они жили так вот сами по себе, без алкоголя, без мяса, работали, молились. Но, что касается Феликса, то она уехала довольно рано из всего этого. Она уехала в Киев, она комсомолка, спортсменка, тоже вот такой вот тип соревнованного советского человека. – Понимаете, мне кажется, что и то, что Илья из патриархальной еврейской семьи, и то, что она из вот семьи такого толка, все-таки на них влияет. И это характер. Вот что-то в их поведении, в их… В их поведении это абсолютно ветхозаветные персонажи, оба. Возможно, действительно семья и сработала здесь, да. Корни вот этого поведения даже не в советской, а вот именно… Для меня это так, Леша, я именно так это прочла. Это еще и семейное саги, если можно так сказать. И роман самовоспитания этих довольно молодых людей, которые за несколько лет проходят просто невероятную какую-то историю, которая их полностью меняет. Они смотрят на себя совершенно другими глазами. Несколько раз вы говорите о том, что и он, и она вспоминают свой киевский счастливый период довоенной жизни и понимают, что это уже не вернуть. Все другое. И он видит военный полуразрушенный Киев, а уж она-то видит просто полностью разрушенный город и участвует сама в его восстановлении. Ну да, в качестве рабочего, да. Вот еще один частный момент. Появление моего любимого персонажа, губернатора Полтавы Федора Барковского. И этот человек выводят из немецкого плена, вот из концлагеря, где они все оказались, Илья там плюс его товарищи, ну как бы беря их на пороки, или вот как это было устроено. Это вообще малоизвестная на самом деле часть истории Второй мировой войны, когда немцы не справлялись с потоком пленных советских, которые были захвачены вот в первые месяцы войны. И выяснилось, что можно было этих людей как-то забирать. Нас показали фильм «Лазницы» про Баби Яр по телевизору, по СИТВ. Я посмотрел там вот эти сцены, когда забирают из Дарницкого, там кажется, лагеря военнопленных, забирают жены, да, жены, сестры. Это было очень распространено. То есть отдавали местных. То есть если, скажем, попал в плен, там человек, грубо говоря, с Урала, там, из Казахстана, его некому было забрать, он мог только прикинуться местным, тогда бы как-то с кем-то договориться. То есть, ну вот, обманом. Ну, как, впрочем, поступает и у нас герой, да, то тоже обманом он уходит из плена. Родственникам отдавали, и отдавали новым властям, если они говорили, что да, это человек наш, мы его знаем, он будет работать, он не пойдет в партизаны, он не уйдет на ту сторону линии фронта, он будет себе спокойно работать, но кто-то должен работать. Такой был вполне рациональный подход. Продержалось это, по-моему, до лета 42-го, потом это отменили, уже там никого никуда не отпускали. И вот этот человек, я имею в виду Федора Барковского, украинский националист, спасает еврея. И Барковский гибнет же, потому что он хотел организовать или организовывал по поручению Мельника движение УПА. И немцы его расстреливают? Да, немцы его расстреливают, как расстреливают практически всех, кто не ушел на нелегальное положение, кто занимался созданием этих боевых групп украинской поставщицкой армии. И даже тех, кто не занимался, а в Киеве были расстреляны ОЛН, это лига, да, и так далее, то есть те, кто работал в газетах, то есть где-то уже с рубежа 41-42 год начались расстрелы и этих людей. Что же касается документальности, опять же, вот этот документ мой, кроме прочего, включен, потому что здесь коротко изложены эпизоды деятельности Ильи в первые месяцы. Документ называется «Подробные данные об агенте», «Личная карточка»? Нет, «Личная карточка агента». «Личная карточка агента» – вот такой самый секретный документ. И здесь сказано, что полтавским старостой он выведен из лагеря, то есть чтобы вот у читателя, у которого возникнет сомнение, но будет желание разобраться, то вот это он может прочитать здесь. Алексей, вы же в конце книги полностью показываете документы, и то, что произошло потом с героями. Мне было интересно подробности биографий офицеров НКВД. Это все работа, которая была проделана обществом мемориал, и подробности их службы до событий, описанных в книге, и частично после. А часть из них является, так сказать, авторами проекта переселения народов, поселения людей. Человек, который принимал решение отправить Илью в Киев, он же занимался там и на Кавказе, и в Крыму, и в Прибалтике. Отправкой людей на Сибирь, независимая. Да, да, да. Он был полковником госбезопасности к 49-му году, а потом началась борьба с космополитизмом. Его не репрессировали так вот прямо, но в конечном итоге он был отправлен в город Горький и занимался там несовершеннолетними. От начальника отдела по борьбе с бандитизмом НКВД СССР, да, то есть такие вот высоты сбросили по лестнице, но репрессированный не был. Я вернусь к своему впечатлению о том, что вы исторические события как бы такой тонкой ниткой проводите через то, что происходит с героями. Первый момент, который у меня вспоминается, это старый возщик, который везет Феликсу и Илью к ее родителям. И как бы, между прочим, они вспоминают Голодомор. Как бы, между прочим, для читателей, да, а для них это естественный разговор о том, что происходило на этих землях во времена Голодомора. И второй момент, который вы не обходите, это киевский погром 46-го года, я правильно вспомню? 45-го. Мы говорили о том, что Киев пытался защитить своих евреев. А что произошло вот теперь? Евреи вернулись? Что не так? Там они, когда едут, они говорят о Голодоморе и немножко о гражданской войне. Мне это было важно, потому что появление украинских национальных групп и их активная деятельность в 41-м году на территории Украины, это, в общем-то, продолжение вот той цепочки, которая началась тогда, в 17-м году, с появления Центральной Рады. Ощущение необходимости создания здесь государства независимого нет кого, да, нет, Польши, нет, России, нет, немцы, вот оно возникло тогда, тогда эту войну, эту борьбу проиграли, и прямым следствием этого стало все, что происходило потом до Второй мировой войны на территории Украины, то есть и чистки, да, и репрессии, и голодомор, нет своего государства и получаете вот это вот все, то есть, и поэтому 41-м, почему это так активно было, потому что снова вернуть свое государство. Я, когда, опять же, вспоминаю книгу Рутова Нагайта, вот там как-то эта мысль прошла очень бегло. Литва, которая, ну, у нее независимости было 22 года, и существование евреев в этой Литве до военной было абсолютно нормальным, настолько нормальным, что когда сломали Польшу, да, большевики с нацистами, польские евреи, многие переехали в Литву, но как только они потеряли свою государственность, как только у них право перестало работать и распространяться на всех, желание вернуть это государство, которое их защищает, литовцев, оно сносило уже все, уже все на своем пути, они готовы были на все, лишь бы вернуть государственность. Вот это момент, я еще на что обращал внимание, такая мысль, Холокост, вот в том виде, в каком мы его знаем, Холокост в виде массовых убийств евреев начинался в тех государствах, где была разрушена государственность. Условно говоря, таких отморозков, как Гитлер, в Европе было немного. Даже самое, там оно какое-нибудь антисемитское, оно какое-нибудь кривое, косое, но перешагнуть через базовые нормы люди все-таки не могли. Они могли там отбирать собственные, ну так, чтобы вот массово отправлять в лагеря. В Венгрии это началось, когда там произошел нацистский переворот, но вот так вот это началось только после этого. То есть все-таки роль нацистов в Холокосте, мы это знаем, но когда мы начинаем обсуждать какие-то локальные вещи, Литва, Польша, Украина, это как-то забывается. Роль нацистов ключевая в этом. Все-таки нацисты определяли эту вещь. То есть беззаконие. Фактически вы говорите о отсутствии законов. Отсутствие права, да, отсутствие права, отсутствие защиты гражданских прав людей, вот с этого все начиналось. Леш, тем не менее, значит, вот этот вот Киевский погром... Да, 46-й. Ну, мне показалось, что я описал причины достаточно точные и полные. То есть город разрушен, жить негде. Очень много киевлян, довоенных потеряли квартиру. Это такая киевская, киевская история вот с потерей квартиры. Ну и действительно, когда сталкиваются украинцы с украинцами, плохо там, или евреи с евреями, все равно скандал. Но когда вот сталкиваются украинцы с евреями, вот тут начинается, да, потому что одни кричат, да вы там вот в Ташкенте сидели, и мы тут за вас воевали, а другие говорят, да вы нас тут убивали, да вы тут все полицаи и так далее. Оружие есть с обоих сторон, фронтовики с обоих сторон, ну и начинается уже первая там жертва, офицер еврей, застрелил вот в такой ситуации украинца, вот, ну и началось. На расследовании по этому поводу было? Ну, его расстреляли, офицер. Значит, вот посмотрели Лозницу, впечатление. Это сильный фильм, это очень качественное и максимально точное, максимально честное кино, ну, я в теме, я хорошо в теме, да, я понимал, что показывают, потому что там нет закадрового текста, там нет наратора, там есть съемки документальные, хроника, причем немерено хроники, вот когда мы говорили о свидетелях, да, которые вдруг, оказывается, находятся свидетели, вот глядя на этот фильм, я был поражен, как много хроники о каких-то событиях, которые, казалось бы, там, ну, кто это мог увидеть, огромное количество хроники, очень интересно. Немцы снимали? В основном немцы, но есть и советская, есть и советская, там, скажем, ну, понятно, когда американских корреспондентов Бобиер привозят, понятно, что это снимают, но много немецкой хроники, качественной, увидел, хотя некоторые кадры из-за этого в интернете мелькали, как фотография, оказывается, это часть хроники, но вот для человека, который вот впервые все это видит, насколько все будет понятно, ну, это как бы сложный вопрос, это надо спрашивать такого человека, в принципе, фильм, фильм очень сильный, очень качественный, очень хороший, да. Если говорить, там, о фильме Сергея, если говорить о вашей книге, можно ли представить, что вы попадаете в какой-то спор, о Холокосте в Украине, о коммеморации, вы как-то видите свою книгу в этой войне памяти, можно ли вашу книгу идеологически куда-то перетащить? Ну, было бы желание перетащить, наверное, можно все, что угодно, мне кажется, что чуть сложнее это делать именно с документальными вещами, то есть, если есть бумага, об которую ломаются многие легенды, то с этим сложнее. Ваш способ наррации, это как раз, как мне показалось, это борьба с любой идеологической интерпретацией. Ну, я очень старался от этого уйти, да, я очень старался именно от любой, да. По каждому, буквально, историческому сюжету есть документ. Вот, что меня поразило в книжке, это то, как этот сухой документ обрастает какой-то виртуальной реальностью, то есть, эти герои, герои бумажек, а они вдруг движутся, оживают, ты их выводишь из какого-то мрака исторического, из забвения, из тьмы, и вот они выступают и начинают уже действовать как совершенно живые люди. Там есть мотивации людей на войне, людей в лагере, людей самых разных психологических оттенков, там есть описание психологии женщин, психология и предателя, и героя, и очень разных людей. Это какой-то удивительный совершенно для меня момент в этой книге. Вот, опять же, здесь написана автобиография, на самом деле это фактически его показания в НКВД, где он начинает со своих родственников, чем он занимался до войны, а потом где-то 8 страниц подробного описания того, чем он занимался во время войны, с попытками объяснить, почему они из партизан ушли, перешли на советскую сторону линии фронта и так далее в 1941 году. И вот из этих 8 страниц у меня образовалось 6 глав, потому что каждая строчка, ее начинаешь раскручивать, к ней добавляются документы, потом добавляются еще, еще, и оно обрастает со всех сторон, и одна из самых показательных, там вот налетно небольшое село, Григоровка, 1941 год, ну, ничтожный абсолютный эпизод в этой огромной войне, 8 документов, документы армейские, документы НКВД, документы гестапо, в финале воспоминания крестьян, да, вот этого села, записанной их учительницей в 70-е годы, как вот они это все помнили, и той драматичности, даже той мелодраматичности, которую я обнаружил в этих воспоминаниях, вот я бы никогда туда не влил, там вот всю эту грозу, в которой все это происходит, Вагнеровщина такая, никогда бы в голову мне не пришло, да, вот эту вот театральную, такую оперную драматичность сюда тащить, а она была, да, вот эти крестьяне, они пишут, была гроза, потом гроза закончилась, пришли, я до этого ходил мальчик, сожгли клуб, всех перебили, потом там день воевали, ушли, потом нас сожгли всех, а потом нас еще отвели, там еще и детей расстреляли, как к этому относиться, то есть кроме констатации такой, насколько можно, сухой, отстраненной, мое отношение, мне просто тяжело тут сформулировать, мы сейчас страдаем, в результате страдают все равно все равно крестьяне, которые там живут. Алексей, а эпизод, когда Илья убивает фашистов кулаками? Да, ну вот как, он идет, у него немецкий автомат, раз немецкий автомат, значит патронов не так много, вот, значит они в какой-то момент кончатся, надо чем-то, надо же ему чем-то воевать, а он боксер, он-то умнеет этот здоровенный лоб, ну вот, вот так. Я вообще хочу, чтобы мы закончили цитатой. В этом тихом селе, на высоком берегу Днепра, откуда открывались пасторальные пейзажи с полями, лесами, неспешными равнинными реками, в этом краю покорных и трудолюбивых крестьян, они лицом к лицу встретили внезапную смерть. Она не подкралась, не ударила в спину. Как подобает смерти солдат тысячелетнего рейха, она пришла в сияние молнии, в грохоте, расслабывавшем небо, сотрясавшем землю, и те, кто успевал увидеть ее взгляд, встречали в нем только ярость и ненависть. Смерть не шутит, она безразлична и неумолима, предпочитает убивать тысячами, но в мгновение холодного внимания не отказывает никому. Иногда она саркастична, не каждый наблюдатель способен оценить ее сарказм. Этой ночью для немецких солдат, уже прошедших тысячу километров на восток от границ Германии, ненадолго остановившихся в Григоровке и готовых идти дальше, смерть приняла облик еврея, отбросившего бесполезное оружие и убивавшего их ударами кулаков. Роман Алексея Никитина от Лица огня. Как можно писать о Второй мировой и Холокосте после Василия Гроссмана и Виктора Некрасова. С вами была Елена Фанайлова подкаст «Велом Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе подкасты. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин